Чем быстрее технический прогресс, всеобщая компьютеризация, поголовная автомобилизация, телефономания и окружающее нас агрессивное информационное пространство, тем больше отдаляемся мы от природы, которая является естественным лекарством для душевного равновесия человечества. А чем меньше мы уделяем ей внимание, тем чаще в ежедневной суете остаемся один на один со своими проблемами. И здесь рождаются стрессы, которые являются почвой для множества болезней, в том числе и психических расстройств. Мир настолько динамичен, столько проблем в этом мире, как они быстро развиваются, миграция населения. Посмотрите, вот сейчас в Воронеже очень много беспокоит, например, лихорадка Эбола. Ну, казалось бы, тысячу километров отсюда, в Африке. Если взять бы прошлые века, да сроду бы это зараза, побоюсь этого слова, не дошла бы до нас. А сейчас самолеты, пожалуйста, студенты, ну все что угодно может быть. И людей это беспокоит. Политические события, Украина и не Украина. Выборы наших депутатов не выборы. Везде волнение, стресс на работе, очень динамичный мир. Стресс, конечно, влияет отрицательно. Плюс к этому, наркоманы. В шесть раз количество за последние десять лет наркоманов увеличится. Алкоголизация населения, к сожалению. Возможно, это попытка человека уйти от этих проблем, но тем не менее, она имеет место. И все это, конечно, отрицательно сказывается на ситуации с психическим здоровьем. А в цифрах можно как-то представить, насколько в Воронежской области человек больных с диагнозом? Ну, я бы сказал так. Порядка семидесяти тысяч человек являются пациентами психиатров. Не только в нашем учреждении здесь, в Воронеже, но и районных психиатров. Ну, в целом, примерно так. На диспансерном учете свыше восьми тысяч человек находится. Свободный воронежский интернет-канал СВИК-ТВ Алла Потапова. Виктор Евгеньевич, Олег Юрьевич. Тоже вопрос по статистике. Всегда психические заболевания, это страшная, это страшный такой диагноз. И очень часто мы говорим о суицидах и других трагедиях, связанных с этим. Вот по информации официальной, которая пришла из департамента здравоохранения, есть такая цифра, что в две недели один житель Воронежской области в связи с суицидом или другой трагедией погибает. Действительно ли это так? Какие можете цифры назвать? Значит, ну, раз цифры пришли из департамента, это организация, которая отвечает за качество этой работой аналитической, то, видимо, это соответствует тому, что есть на самом деле. Но дело в том, что из тысячи попыток только одна реализуется до печального финала. Поэтому попыток много, а вот реализация этой попытки, она может быть разная. У меня была работа, защищена лет, наверное, 8 назад по подросткам. В Воронежской области было около 200 детей. Самый маленький суицидент ему было 6 лет. Средний возраст активности суицидов в 13-15 лет. Но этого мальчика мы убрали, потому что там не сформирована картина мира. Но тем не менее, не только взрослые, но и подростки, что их толкает на суицидальные попытки в 13-15 лет? И когда мы стали работать с семьей пациентов, звонили, просили, работа была с педиатрами совместно сделана. Из 200 опрошенных, ну, через 10 родителей пришли поговорить о том, что произошло. А ведь если была одна суицидальная попытка, риск повторный 50%. Была вторая – 90%. Поэтому эта проблема серьезная. Поставщик суицидального поведения совершает депрессию. В депрессию универсальная синдрома входит и в шизофрению, чему посвящен День психического здоровья. 15% больных с депрессией совершают суицидальные попытки. Поэтому как только мы видим человека, у которого ставится этот диагноз, мы предполагаем, что каждый 8-7% потенциально может совершить суицид. Но проблема в чем? Если раньше депрессию мы хорошо определяли, скорбная поза, печаль, гипомимия, классические признаки. Сейчас депрессия изменилась. Маски самые разные. Человек может улыбаться. Ироническая депрессия, улыбающаяся депрессия. И вот тот, кто кричит в очереди, мы без очереди примем. А этого он улыбается, пусть потом пройдет. Он не придет. Потому что такая форма депрессии. Маски депрессии поменялись. Ну, собственно, что я бы сказал. Да, но я хотел бы еще немного добавить, что на учете у наших специалистов, суицидологов, состоится свыше 470 человек, которые совершали суицидальные, склонны к суицидальным попыткам. Вот среди этих людей летальных исходов, печальных исходов не было. Или бывают крайне редкие такие вещи. То есть своевременно, когда с человеком занимаются и оказывают ему медицинскую помощь, за ним наблюдают, помогают ему преодолевать депрессию в том числе. И это и имеет положительные плоды. Вообще, почему мы здесь вместе собрались, вот Александр Алексеевич Жуков, да, депутат нашей думы. Почему все вместе? Потому что с проблемами психического здоровья надо вместе решать эти вопросы совместно. Надо повернуть общество лицом к людям, которые имеют такие проблемы. В этом залог успеха, возможности. Ведь мы же, когда говорим о той же шизофрении, вот в бытуе такое среди людей мнение, что человек этот все, он болен, он навсегда болен, и ему мало чем можно помочь. Но ведь и люди, страдающие гипертонией, они тоже будут болеть повышенным давлением постоянно до конца своей жизни, пока они не будут получать медикаменты. То же самое и здесь с психическим здоровьем. Надо регулярно проходить лечение. Ведь люди, страдающие заболеваниями, зачастую не оценивают адекватно свое состояние. Вот в этом большая проблема. Если человек, страдающий гипертонией, понимает высокое давление, надо мерить давление, надо вести подвижный образ жизни, принимать определенные препараты, то здесь в психиатрии несколько сложнее. Но тем не менее, тем не менее, мы лечим таких людей, мы им помогаем, и современные медикаменты влияют хорошо, и, в общем-то, вся правильная организация, лечебный процесс дает очень свои хорошие результаты. И помощь, конечно, нашей общественности, которую... И вот Александр Алексеевич, это наш помощник, нашего диспансера. Я все-таки хочу сказать, это он организовал фонд «Доброта». И личные средства свои вкладывает в этот фонд, и пока оказывает помощь нашему учреждению. А это очень важно. Это одна из очень важных таких вот направлений в решении проблематики психических расстройств. Я бы добавил с Вашего позвоня два слова по поводу участия психиатров и революционных программ. Ведь участие психиатра, допустим, в Соединенных Штатах и других развитых странах, с которыми мы общаемся, конкурируем и контактируем, где-то процентов на 10 по времени. Острый психоз, купирование, наблюдение, период обострения и так далее. Все остальное 90% времени – это реабилитация. У нас социальные работники, психологи, окружающая среда, труда, терапия, программы реабилитационные. И вот долгое время наши отечественные психиатры ездили и учились и в Канаду, и в эти инвестиционные программы, и в другие страны. Очень много полезного мы взяли из этого зарубежного опыта. И сейчас наша реабилитационная схема начинает возрождаться на Воронежской земле. Я думаю, что в этом и Дума принимает участие, и помогает, это и организация, психиатрическое наше общество психиатров, и, конечно, главные врачи. То есть реабилитация – 90% затрат. И еще хотелось бы сделать такую заметку в профилактике этих расстройств, что важно. Вот как, может быть, не кажется парадоксальным, но очень важно воспитание. Воспитание в семье, воспитание детей зачастую, и есть научная работа, которая доказывает, что той же шизофренией зачастую страдают те дети, которые в раннем, очень младенческом возрасте, во-первых, перенесли им какие-то инфекционные, вирусные заболевания, и которых архитектоника, его, так сказать, мыслительных процессов, его головного мозга, в период его развития, несколько изменяется. И мозг этого человека становится восприимчивым к различным стрессовым ситуациям. Ведь личность ребенка формируется уже в 2-3 года. Это уже личность. А в 5 лет это сформировался фактически характер человека. И вот когда в этот период он сталкивается, этот ребенок, с совершенно неадекватным и правильным поведением родителей, с угрозами, с наказаниями, я уж не говорю о физическом приложении сил некоторых родителей, это только отрицательно сказывается на развитии ребенка, на развитии его головного мозга. И вот такая головка, она становится восприимчивой, в том числе и там сыграют, конечно, генетические какие-то особенности. И вот этих родителей часто и генетика плохая у них, потом они в своем роду имеют какие-то осложнения. А в первую очередь надо ребенка окружить заботой, любовью, вниманием, самым настоящим. И главное уважением. Уважать вот этого малыша 2-3 летнего как личность. Вот как ни странно кажется, ну что там человек только начинает первые звуки издавать. Вот именно в этот период закладывается кора головного мозга, в том плане, в каком мы себе представляем. Она начинает функционировать так, как должна функционировать у человека. В этот период он должен быть окружен любовью и запахом. Я хочу сказать, что с людьми нужно работать. Нужны какие-то вот, может быть, семинары, какие-то лекции, какие-то вот такие мероприятия, которые давали бы вот эту информацию людям. С помощью наших коллег как раз средств массовой информации. С помощью средств массовой информации. Значит, вы должны больше участвовать в работе со средствами массовой информации. Потому что я говорю, что очень интересно, вот сидел и слушал, и заслушался. Понимаете? И как бы для себя тоже много. И понимаю, что вот вы сейчас говорите, что да, человек обратился сюда, и уже какое-то к нему отношение. Да, и я это могу сказать, что так оно и есть. Что уже смотришь на это, думаешь, ну вот обратился, значит, он уже до крайности дошел. Что вот ему только там могут помочь. А нужно объяснять, вот и тогда по-другому отношение общества будет к этому, к этим больным и вообще к этой проблеме. Редакция СВИК-ТВ выражает благодарность всем участникам очень важного разговора. И надеется, что наша аудитория озаботилась проблемами, которые стоят перед врачами-психиатрами. И чем чаще мы будем об этом говорить с ведущими специалистами, тем нам легче будет противостоять сложившимся в обществе неверным стереотипам о роли и значении психиатрии. А значит, успешнее заниматься выявлением и профилактикой душевных недугов.